всем привет и мы продолжаем нашу рубрику разговоры с международниками и сегодня наш гость политолог-американист аналитик интернью с украина владислав фарапонов здравствуйте может сейчас уже вечер воскресенье и завтра у нас будет панельная дискуссия по поводу возможной перезагрузки китайско-американских отношений и это интервью пойдет как раз понедельник с утра сегодня мы с владиславом но я хочу все поговорить с владиславом о нынешней поляризации которая происходит в сша владислав не могли бы вы нам рассказать те как и почему американское общество оказалось настолько поляризированным и из-за чего американская демократия но засбоила на очень большом количестве уровней да еще раз добрый вечер большое спасибо первых за вопрос и за возможность в целом высказаться конечно же мы говорим и такой явные очень уж именно поляризации американского общества прежде всего в контексте выборов это наиболее такой яркий индикатор это именно именно поляризации но хочу сразу отметить она появилась и заметно было не вчера и не даже не прошлом году а гораздо ранее у меня честно сказать нету там точного ответа там условно говоря когда она началась скорее уже точно понятно что она вышла на такой действительно ранее невидимый уровень потому что вот общество действительно расколото в каком смысле что очень большая вражда реальная между как политиками и республиканской демократической партии как двух основных политических сил в америке таких сторонников то есть условно говоря политическая борьба партии да это обычный процесс и тут в целом можно сказать ничего удивительного нет но то что это стало настолько проектироваться на собственно американцев это конечно не есть хорошо в целом как для страны я думаю так и для обеих партий в том числе и тут нужно сказать что у меня очень много друзей и республиканцев и демократов и некоторые являются членами партии на разного уровня некоторые работали в партии именно как функционеры но я могу сказать что в принципе обе стороны признают эту именно поляризацию то есть это уже показатель того что она есть раз обе обе стороны об этом говорят но в чем она конкретно проявляется это в том что собственно другая сторона не готова идти на какие-то уступки которые по разным вопросам которые казалось бы могли бы объединить ну вот яркий пример это допустим выделение конгрессом вот финансовой помощи вот не только на вот совсем недавно была выделена второй транш скажем помощи а последние до этого был вообще выделен наш май месяц да и вот это как ни странно да тут казалось бы что это процесс и точнее необходимость в финансового такого выживания обычных американцев и в целом оказалось что две партии не готовы пойти на какие-то серьезные уступки ради просто выделения денег своим же согражданам для чего собственно американцы думают для чего мы их избирали раз они нам даже за это не могут договориться то есть ну и конечно это такой яркий самый пример конечно то есть очень много вопросов внутренней политики разделяет то есть внешняя политика американцев вообще принципе мало волнует несмотря на это она в основном волнует условно говоря военных плюс конечно же большое количество ученых и так далее но в целом большинству сограждан важнее сколько они платят денег за медицинскую страховку это тоже важный вопрос реформа здравоохранения и конечно же то есть это тоже вызывает большую именно парализацию в обществе то есть что у двух основных партий разное видение вот той самой реформы медицинской страховки скажем то есть демократы выступают традиционно демократы выступают в целом то есть не только в медицине так и в допустим вопросе касательно второй поправки которая касается права на ношение оружия демократы выступают там и там за большее законодательное урегулирование за большее количество проверок скажем перед тем как получить оружие о медицине именно чтобы был так называемый государственный план у каждого государственная опция получить такой такой медицинский план и в целом некоторые американцы готовы это принять а есть принципе люди которых устраивает и там любая какая-то коммерческая страховка которую они имеют сейчас и этот и это один из самых таких важных я думаю примеров именно парализации что касается конкретно выборов то я могу сказать такой интересный пример что в том городе в котором я жил формально я имею ввиду по названию знаете это может сравнить там условно киев и допустим бровары да допустим город которым я жил как бы номинально проголосовал за трампа а город в котором как бы мы числились формально нашел круг я имею ввиду проголосовал за байдена казалось бы разница там 15 минут езды условно и люди в основном живут условно вот в том пригороде который проголосовал за трампа а работают чаще всего в том городе который проголосовал за байдена то есть но таких примеров много действительно и это все конечно но влияет на целом электоральную карту и на ну в какой-то степени и на распределение голосов но вот на этих выборах все равно кардинально это это конкретно ситуация то не повлияло на в основном в большинстве штатов но и были конечно же сюрпризы которые тоже являются свидетельством той самой именно поляризации то есть неспособности сторонников двух партий слышать и реагировать и уйти на какие-то уступки в тех или иных вопросах хорошо ну вот смотрите хотелось бы тогда развить этот вопрос в двух направлениях с одной стороны есть такая растиражированная позиция что за трампа старая христианская добрая америка да а за демократов различного рода этнические меньшинства лгбт и прочие космополиты родства непомнящие я понимаю что это весьма грубое упрощение да но хотелось бы вот услышать от вас как от человека который там был все это видел если в этом ну вообще зерно реальности насколько глубоко она проросла ну какой-то степени эти все скажем такие обобщения знаете как я называю они имеют под собой почву и они не безосновательны конечно же но понятное дело что нужно делать серьезную поправку на то что регулярно вот последние годы в том числе меняется этнический состав тех или иных штатов тех или иных округов и большая мобильность населения тоже этому способствует в целом но в целом это довольно как бы обобщенная но правильная скажем оценка потому что так получается действительно что сторонниками демократической партии являются действительно представители меньшинств это мигранты это условно люди как мы называем даже не среднего класса наверное правильно сказать рабочего класса потому что демократы в том числе много получают денег от так называемых профсоюзов от разных компаний и в целом демократы можно сказать какой-то степени себя позиционируют как борьцы за такую социальную справедливость за экономическую справедливость том числе поэтому конечно же это все опять же не безоставательно но что касается демократов то это том числе еще молодежь потому что демократы выступают за то чтобы отменить студенческий долг собственно люди выступают точнее поддерживают демократов потому что они надеются что вот идея в том числе левого крыла демократической партии касательно там бесплатной медицинской страховки доступной каждому она будет реализована именно демократической партии честно сказать тяжело в это поверить вот ближайшее время потому что все таки слишком много скажем не людей которых страховка как бы не покрывает скажем медицинские услуги это не есть скажем смертельной конечно проблемой но это создает своего рода неприятности в том числе и финансовые поэтому это конечно вопрос который в том числе определяет вот и за кого за демократов или за республиканцев что касается именно сторонников трампа или республиканцев то как мне как не видится что несмотря на все выходки трампа скажем публичный все равно ему удалось это как бы даже не то что ему удалось это истечение обстоятельств какой-то степени но и не без его участия ему удалось унифицировать партию вокруг себя то есть условно ему удалось стать что по украински называется уособлением публиканской партии по крайней мере во время своего президента то есть мы не говорим что там он претендует там условно на роль рейгана или там на допустим скажем типа семейства бушев и и все и все такого нет но ему удалось вокруг себя сплотить сторонников и не допустить того что было у демократической партии на начальном этапе праймера 24 кандидата на праймере в 2019 году которые готовы были стать получить номинацию от демпартии чтобы идти в президенты то есть республиканцев такого не было и это в какой-то степени действительно помогло что не было такого разобщения и отчасти это в том числе трампа спасло и во время процедуры импичмента именно как бы в сенате когда он был оправдан то есть это тоже все все влияет а что касается такого портрета республика республиканского избирателя это да это человек как правило таких вот консервативных как они называют взглядов в основном это белые американцы это том числе кстати много выходцев из бывшего советского союза том числе поддерживают трампа республиканскую партию какой-то степени в том числе из-за такого знаете стабильности скажем что еще это конечно же люди которые не готовы идти на увеличение налогов то есть это представители так называемого малого среднего бизнеса которым есть что терять скажем это я не как правило живут так называемые одноэтажные или двухэтажные америке то есть как правило живут не больших городах за за пределами какого-то большого города и в целом у них все есть скажем для жизни есть скоро будет поэтому они не готовы там я же говорю именно платить больше налогов просто потому что условная демократическая партия которая при власти соответственно хочет или планирует увеличить налоги хорошо ну в принципе тогда картина становится более или менее ясной но и тогда хотелось бы в общем задать следующий вопрос в эту тему вот мы только что смотрели как оно все снизу а вот как оно все сверху если посмотреть на уровни элиты потому что одно из ключевых тем президентства трампа было противостояние между националистами которые говорили что америка прежде всего и америка должна быть заботиться прежде всего о своих государственных и национальных интересов и условными глобалистами которые утверждали что ша должно исполнять роль мирового гегемона и сути мирового полицейского выступая гарантом стабильности и есть такое устойчивое мнение что во многом демократы это партия такого крупного транснационального капитала который от реаги анализации и деглобализации потеряет больше всего и что все по сути тезисы которые выдвигаются против трампа что он сексист расист так далее это не более чем шумиха чтобы подавить его на пуск националистическую эгоистическую повестку в пользу транснационального эгоизма использование ша в качестве инструмента этих корпораций как бы вы могли бы подтвердить эту точку зрения или развенчать мир да александр спасибо большое за вопрос конечно это что называется вопрос именно самую точку касательно роли и вообще понимания именно того куда движется и американская политика и внешне собственно и как элиты представители двух партий между собой об этом об этом ведут дискуссию но я бы хотел бы начать с такого важного тезиса для понимания вообще именно вот такого вектора американской политики чтобы анализировать его изменить возможные изменения я бы хотел бы сказать то что вот есть уважаемым но и американский профессор леом андерсон который собственно в своих именно исследованиях последовательно доводит такой оспаривать такую тезис скажем что лучше что сделала америка для безопасности во всем мире и в европе в целом это разместило собственно именно военные базы и непосредственно в германии и это вообще очень важно опять же для понимания процессов и роли америки в целом по миру и для того чтобы понять разницу да видение вот именно сейчас что касается конкретно трампа то действительно его вся и риторика и все действия были направлены на то чтобы условно уравнять правила игры для всех чтобы не было исключений для каких-то государств или конкретно каких-либо двухсторонних отношений америки с другими государствами потому что он видимо так именно видел свою внешнюю политику и нужно дать должное что не только он то есть это и в том числе и вот республиканское крыло партии которая его поддержала и собственно это также его уже бывший именно состав национальной безопасности состав и именно совета по национальной безопасности и обороне то есть идея трампа заключалась в принципе в том и я думаю она будет иметь предложение что конечно же демократы условно слишком заигрались вот этого мирового полицейского я вот тоже так довольно последовательно на эту тему высказываюсь что условно даже демократы которые ненавидят трампа они все равно понимают что какой-то степени трамп прав то есть что нельзя условно настолько вмешиваться вообще в целом дела страну то что мы видели на так называемых допустим вот касательно украины это пленка диркача допустим то есть что такого условно быть не должно и независимо от того это демократический президент то есть публиканский президент вице-президент кто-либо и то есть такого детального вмешательства по сути доходить не не должно я думаю что несмотря на то что в принципе команда трампа должна будет покинуть белый дом до конца января все равно я думаю такой вектор останется то есть что демократы и во первых это нельзя так моментально моментально поменять и во вторых я думаю что демократы просто не видят в этом смысле то есть настолько много произошло в америке с момента как закончился свой президентский срок именно барак обама что слишком много внутренних проблем которые мешают или которые будут мешать том числе именно выходить скажем на международную арену полноценно потому что опять же то о чем мы говорили ужасная поляризация в обществе которая не идет на пользу никому в принципе это в целом конечно же вот эти внутренние проблемы и расовый аспект и аспект медицины и конкретно конечно же пандемия то я думаю что просто новой администрации будет по крайней мере однозначно поначалу точно не до международной политики знаете вот я говорю что когда байден на праймере с осенью 19 года обещал сделать украину центром геополитики своей будущей то с тех пор много чего изменилось и одно дело обещать на праймерис другое дело исполнять еще и время пандемии и он явно не подозревал что условно он даже если выиграет то будет принимать присягу таких условиях поэтому я думаю не стоит условно европе и в целом миру сильно расслабляться я имею ввиду с приходом байдена конечно же это в какой-то степени упрощает им задачу там его все знают но не более того я не вижу откровенно сказать каких-то таких предпосылок чтобы сказать что вот придет байден или там условно придет в целом старый демократический аппарат именно в администрацию и все будет как раньше то есть мир слишком изменился с 17 года как по мне и это все так вернуть скажем на на круги своя тоже будет довольно довольно сложно поэтому что касается демократов в целом при власти туда это на части опять же опять же правда что партия в целом ее лидеры конкретно благодаря своим личным связям благодаря своим спонсорам какой-то степени имеют такое такое именно видение американской роли в во всем мире что действительно на мере может исполнять роль мирового полицейского но опять же я думаю что это слегка даже не слегка наверно будет подкорректировано учитывая те условия в которых будет работать уже следующий администратор да это важный вопрос и я надеюсь что мы поговорим про него на завтра в таком случае давайте все-таки советуемся на внутренней политике шаг вот хотелось бы узнать что вот на фоне всех этих радикальных общественно-политических изменений восходят ли новые политические звезды поскольку как бы байден и трамп они уже достаточно старые да но и все-таки если у демократов мы видим например александро акасио кортес или внезапно засиял новым светом бернис андерс который тоже крайне стар но это был прорыв я не стар я супер стар а то у республиканцев вроде бы как-то новых лиц особенно не появилось если новые толковые люди у республиканцев какие вообще будут сдвиги на политической арене в ша и когда именно они будут по срокам ну да опять же такую дискуссию в том числе именно порождает вопрос а что после трампа что после байдена и это нелогичный вопрос конечно же как как мне кажется я в целом именно слышал похожие оценки своих коллег что действительно и это лично мой тезис что обе партии испытывают большой кризис кадров и то есть вот так получилось что условно поколение вот после байдена и трампа потеряно то есть только следующее поколение готова вот именно активно участвовать в американской политической жизни то есть поколение условно примерно возраста барака обамы то есть он скорее стал исключением чем правило поэтому да таких таких политики как александр аказио кортес конечно это такая скажем в какой-то степени называют восходящей такой именно звездой демократов при определенных обстоятельствах а конкретно это возраст она бы могла бы претендовать на должность вице-президента но по американской конституции если тебе не 35 лет ты не можешь претендовать на должность вице-президента и также какие президенты то конечно же это отрезало скажем левое крыло демпартии от участия в политической жизни вот этого цикла но тем не менее все равно у демократов еще есть несколько таких восходящих звезд это довольно неоднозначная фигура в какой-то степени это пит бутиджич это мэр маленького городка south band в индиане бывший также также он ветеран афганистана но в сми он часто фигурирует первый открытый гей в американской политике возможно он в администрации байдена будет будет заниматься транспортом ну и опять же еще должно пройти утверждение в но вот такого рода политики на на праймере в принципе заявили о себе но к сожалению для них они не стали таким вот именно препятствием для байдена чтобы получил номинацию то есть тут в какой-то степени как мне кажется еще есть такой допустим кандидат как бывший уже кандидат элизабет ворон она тоже представитель левого крыла конечно же ей условно том числе мешает возраст чтобы ее использовали скажем на перспективу поэтому в принципе допустим тот же выбор байдена на должность вице-президента он какой-то степени оправдан отчасти протестами отчасти возрастом именно камалы харрис отчасти опытом то есть тут какой-то такой микс но мы видим действительно изменения в подходах что обычные скажем люди с разным бэкграундом сразу разного скажем этнического происхождения и разные из разных социальных групп без опыта большой политики то есть не будучи конгрессменом сенатором баллотировались и на должность президента хотели стать кандидатом от партии правильно сказать президента то есть это действительно свидетельствует о том что уже вот молодое поколение там до 40 но активно хочет идти в политику отчасти в какой-то степени истеблишмент вот этот которому за 70 он немножко и мешает в какой-то степени то есть занимает условно их место что касается республиканцев да тут действительно посложнее ситуация потому что как мне кажется что кандидатом допустим на следующих выборах от республиканца мало бы стать иванка трак допустим почему потому что у нее скажем уже есть какой-то минимальный политический опыт она довольно такие харизматичные я не согласен с теми кто говорит что майк пенс где пока еще действующий президент будет достойным кандидатом или точнее сможет хотя бы победить хотя бы конкуренцию ставить я так не думаю потому что мне кажется что майк пенс все-таки недостаточно харизматичный да он такой правильный с точки зрения республиканской партии республиканской избирателей политик такой размеренный консерватор именно такой идеологически скажем подходит в идеальное описание республиканского политика но тем не менее я думаю что все-таки он не будет баллотироваться или если будет то если хотите мой прогноз что это не будет успешно а в целом конечно да у республиканцев более такой явный кризис кадров но у демократов тоже то есть у них условно кроме окази кортеса тех кто хотели стать кандидатами президенты не сильно много политиков имена которые выросли бы с местного уровня есть допустим там конгрессмен из техаса допустим это бы это урюрк допустим если его взять то конечно у него большой потенциал но у него допустим недостаточная узнаваемость по всей америке то есть это опять же такая проблема регионализации политики американский вот я могу просто пример привести когда на супер вторник на праймерис джо байден выиграл в штате южная каролина незадолго до этого местный влиятельный конгрессмен поддержал именно байдена а байден до этого первые три штата он собственно не не выиграл не получил больше всего голосов и и в какой-то степени это подтвердило тот факт что так называемый endorsement то есть поддержка скажем она не измеряется более национальным масштабом то есть допустим тот факт что барак обама поддержал байдена в том что так поздно не сильно повлиял на его компанию в целом а а вот в конкретных штатах да то есть это опять же проблема регионализации американской внутренней политики что местные политики вырастают до определенного уровня но не имеют достаточной взрываемости по всей америки конечно это больше касается демократов как такой партии которая ориентируется на молодежь в том числе спасибо за ваш ответ и вот тут хотелось бы задать но по сути финальный вопрос о той стороне америки про которую большинство украинцев я думаю вообще большинство жителей планеты вообще не имеет никакого знания что происходит в ша на местном уровне на уровне штатов насколько эта политика поражена поляризация или там люди занимаются делом не отвлекаясь на всякие вот такие вот жареные темы да ну в целом конечно могу сказать что общенациональные тенденции или правильно сказать общее федеральные тенденции они тоже не обходят стороной местный уровень и это проявляется до до таких мелочей как допустим мелкие республиканские или там демократические организации в каком-то конкретном городе то есть даже не объединение всего скажем сторонников всего города той или иной партии это там словно там шахматный клуб республиканцев да он достаточно сильно враждует с аналогичной организацией демократов то есть потому что тут мы видим обратную сторону именно вот этой регионализации что политики и партии на местном уровне том числе и местные конгрессмены они стараются быть именно вовлечены в общую федеральную повестку и конечно же на этих мессенджах тоже ведут свои компании я могу поделиться в принципе думаю интересно будет о том как именно проходят компании я сам видел это и нужно сказать что для понимания процессов опять же что допустим в америке помимо конгрессменов помимо сенаторов еще конечно есть именно власти штата которые так в целом можно сказать именуются местной властью но тоже скажем по-разному опять же в разных садах разных законодательствах они выбираются на разный срок но тем не менее они тоже являются важными игроками и как правило тоже является трамплином более такую серьезную национальную политику но что допустим интересно что обе парки они ведут компании не в одиночку они стараются получить поддержку от допустим судей верховного суда своего штата и что немало важно что судей верховных судов штатов избираются и в целом конечно казалось бы что судей должны быть политически нейтральными скажем но это не совсем так и обе партии в целом имеют какой-то степени лояльных себе судей и конечно же они понимают что без поддержки партии им не быть поэтому партии на самом деле заняты не только получением большего количества голосов условно расширение своей репрезентативности от воли нового штата они еще и работают на таком поприще как агитации за допустим опять же кандидатов и суде верховных судов штатов а в целом конечно на таком на уровне штата это отображается таким образом что каждый штат делится на определенное количество скажем округов конгресса да и от каждого этого округа избирается по одному представителю в палату представителей то есть в целом конечно зависит от местности то есть есть штаты в которых целом тебе не нужно условно именно заниматься вот тем чтобы объездить вот большее количество домов скажем своем округе там достаточно какое-то известное публичное место и там пообещать чего-то интересное показать свои результаты и рассказать о себе но тем не менее как правило это очень такой каждодневный кропотливый труд что используют собственно политики которые хотят стать политиками от партии опять же местного или национального уровня или же они уже ими являются просто хотят подтвердить то есть это ну условно внутренняя машина двух основных партий но опять же не только на уровне штата допустим в моем штате в Огайо активно действует так называемая чайная партия да допустим других штатах такой третьей силой можно сказать она даже есть бюллетенях и получила довольно довольно неплохую относительно поддержку американцев это либертарианская партия то есть опять же зависит от местности америка очень разная и как правило конечно партии не тратят много времени и денег на скажем окучивание той местности где они мало могут получить итогового результата но тем не менее все равно общая национальная повестка на какой-то степени то есть условно нету в америке такого как у нас что можно там сделать условно скамеечку парки написать что-то сделать и ожидать каких-то политических результатов в целом такой практики нету но тем не менее все равно конечно же политики которые представляют именно людей на местах они стараются быть скажем с ними в контакте как минимум появляться там и потому что потому что в америке все проходит очень быстро допустим выборы в плату представителей уже будут в 2022 году то есть времени на раскачку особо у обеих партий нету поэтому конечно не терять контакта со своим избирателем тоже важно как мне кажется вот то что касается вернисандерса допустим да то у более опытных политиков у них уже есть своя собственная сеть именно скажем практически партийные то есть им по сути партийная инфраструктура деньги чиновники работники им особо не нужны вот я такой пример всегда привожу что допустим во время финального голосования по импичменту в финале зимой прошлого года или точнее уходящего года значит бернисандерс его команда провели 5000 мероприятий в один день по всей америке то есть это конечно показывает какую сеть они собственно выработали и не у каждого сказать политика в америке есть такая поддержка такая команда то есть в этом та и главная проблема что из-за особенности опять избирательной системы все равно нужно идти скажем именно штат за штатом то есть недостаточно появиться скажем на общее федеральных каналах и там быть просто известным да действительно американцы любят когда к ним приезжают скажем в гости общаются слушают их проблемы и это конечно же отображает на политиках в целом ясно спасибо владислав это было содержательное интервью очень мне понравилось и я надеюсь что мы увидим еще не раз на вас на наших мероприятиях спасибо большое